Урок первый. Создание игрового поля. В данном уроке мы с вами начнем создавать нашу игру в жанре 3 в ряд и создадим наше первое игровое поле. Но для начала мы разберемся в принципе что это за курс, о чем он, кому он подходит и что мы получим в конце курса. Далее мы создадим и настроим наш проект для дальнейшей работы за время курса. Далее мы начнем программировать и построим нашу игровую доску. В заключении сделаем так, чтобы на нашей доске генерировались случайные ячейки. Этот урок послужит началом будущей игры в жанре 3 в ряд. Начинаем! Немного о курсе. Всем привет! С вами школа Unity3dschool.com. И это наш новый курс по Unity. Unity. Углубленный курс 2D. Создание игры 3 в ряд. В ходе которого мы с вами с нуля создадим игру в жанре матч 3. То есть 3 в ряд. Игры этого жанра характеризуются тем, что их игровой мир состоит из таблицы или сетки элементов. А задачей игрока является манипулирование элементами таким образом, чтобы совпали заданные игрой шаблонные комбинации. И после выполнения условия собранные элементы исчезают. Игры в жанре матч 3 очень популярны. Яркими примерами таких игр являются Garden Scapes, Home Scapes, Candy Crush Soda, Royal Match. Последние две игры вообще принесли своим разработчикам по полмиллиарда долларов за первые 6 месяцев 2023 года. Если хочешь тоже научиться делать такие игры, то ты попал куда надо. За время данного курса мы с вами создадим такой готовый прототип игры в жанре 3 в ряд. Будет готовое игровое поле, размеры которого можно спокойно менять для каждого уровня отдельно. А также можно будет даже менять его форму. Красивые элементы можно перестраивать и создавать тем самым комбинации, зарабатывая очки. Поведение каждого элемента отточено и лишено каких-либо багов. Присутствуют даже эффекты при попадании в комбинацию. Код структурирован и оптимизирован. После данного курса у вас будет такая готовая игра. Останется только загрузить свои интересные спрайты, придумать интересные уровни и отправить в Google Play и App Store, чтобы другие игроки наслаждались вашей игрой. Данный курс подойдет тем, кто уже работал в Unity и C Sharp, уверенно себя чувствует при создании игр и хочет узнать что-то новое, чтобы стать лучше. В уроках неоднократно будут затронуты темы проектирования хорошего кода в C Sharp, поэтому это будет полезно как и начинающим, так и уже состоявшимся разработчикам игр. Что ж, думаю понятно о чем этот курс и кому он подойдет. Начнем разрабатывать нашу игру. Создание и настройка проекта И давайте приступим к созданию нашего проекта. Для этого открываем наш Unity Hub. Переходим в New Project. Выбираем версию нашего эдитора. Я использую версию 2022 года с поддержкой LTS. То есть это уже версия точно без багов. Если будете устанавливать версию текущего года, в моем случае это 2023, то данная версия еще не рекомендуется для разработки релизной продукции. Поэтому я вам рекомендую выбирать самую последнюю версию с приставочкой LTS. У нас будет 2D игра и я назову ее Match 3. И я назову ее Match 3, что переводится как 3 в ряд. Нажимаю Create Project и у нас создается наш проект. Первым делом мы идем в файл Build Settings и выбираем, что у нас платформа Android. Нажимаем Switch Platform. Немного подождем, чтобы у нас перекомпилировался наш проект под систему Android. Закрываем эту вкладочку. И вы можете обратить внимание на то, что у меня окно Game нашей игры. Оно расположено немного правее. Вы можете просто ее зажать и перетащить вот таким образом, так же сделать как у меня. Я хочу, чтобы у меня была игра в портретном режиме, то есть вот в таком. Чтобы это выбрать, я здесь выбираю Game и здесь выбираю 16 на 9 Portrait, либо любой какой-нибудь Portrait. 16 на 9 Portrait меня устраивает. С помощью колесика мыши могу отдаляться, приближаться. Пока что у меня тут синий экран, потому что у меня в игре ничего нет. У меня лишь одна сцена с моей камерой. Ни одна игра не обходится без материалов, визуальной части. У нас 2D игра, значит это будут спрайты про игру 3 в ряд, Match 3. Я нашел вот такие бесплатные, достаточно прикольные спрайты для игры 3 в ряд. Тут вот их целых 6 штук. Ну там на самом деле есть еще и дополнительный вот кристаллик. Тут много различных UI элементов, которые могут пригодиться в игре. Просто скачиваете и добавляете в свой проект. Ну а можете зайти на наш сайт unity3dschool.com, перейти в свой личный кабинет, зайти на этот курс по созданию игры 3 в ряд, нажать скачать материалы, выбрать материалы для курса и вы скачаете себе специальный Unity Package, который в себе уже будет содержать эти спрайты. И вам не нужно будет переходить по ссылке и скачивать эти спрайты. Unity Package называется Match3-Start. Вы его просто переносите в свой проект, чуть-чуть ждете. Здесь все выбираете, у вас по идее должно быть все и так выбрано. Нажимаете Import и у вас импортируются файлы стартового пакета, которые мы подготовили специально для вас. У нас добавляется 3 папочки Editor, Scripts и Sprites. Спрайты здесь у нас те же самые. Единственное, что я их просто для удобства переименовал. Мы будем использовать 5 спрайтов Apple, Lemon, Bread, Broccoli, Coconut, Apple, Яблоко, Лимон, Хлеб, Брокколи и Кокос. Данные 5 спрайтов мы будем использовать в нашей игре. Я считаю, что 5 это оптимальное число для количества этих тайлов, ячеек в игре по типу 3 в ряд. Можно, конечно, 6, но это будет игра уже сложнее для игрока. А 4 это слишком легкое. Поэтому я выбрал оптимальное значение 5 ячеек. Естественно, мы сделаем так, что можно будет это количество менять очень просто. И также дополнительно у нас есть в Editor и в Scripts пару скриптов заранее написанных. Они небольшие. Я их подготовил просто для того, чтобы упростить задачу, чтобы мы их не писали заново, но мы их попозже все равно разберем. Вернемся к ним позже. А сейчас давайте настроим нашу сцену. Я сразу выберу GameObject, UI, Image. И у меня создается сразу Canvas. Это полотно, в котором используется UI. И мой Image, который я называю Background. Сразу это будет наш фон. Он сейчас в игре выглядит так. Но я выбираю Anchor Presets. С зажатым Alt нажимаю сюда. И у меня он автоматически растягивается по всей площади. И заодно меняет свой тип на растяжение по вертикали и горизонтали. Очень удобно. И спрайт я здесь беру и выбираю BG. То есть Background. И у меня сразу становится такой Background. Перейду в настройки Canvas. Я Screen Space поставлю Camera. Укажу здесь данную камеру. Plane Distance я поставлю в 10. Это дальность прорисовки моей камеры. У меня все будет очень близко. Поэтому я поставил маленькое значение. 10 в принципе можно ставить меньше. Просто чтобы камера не отрисовывала дальше и не тратила на это ресурсы. Это сделано для оптимизации. А на мобильных платформах оптимизация очень важна. Также чтобы у нас не было этой ошибки. В Vertex Color здесь ставим галочку. В Scale Mode мы поставим Scale with Screen Size. Установим здесь разрешение Full HD. Для портретного режима 1080 на 1920. Хейт переведем в единичку. Что это такое? Это то, что наши элементы будут автоматически растягиваться. Менять свой размер в зависимости от нашего экрана. Так, чтобы сохранялись пропорции по крайней мере по нашей высоте. То есть условно, если у нас есть какая-то кнопка и она по высоте занимает половину экрана. То даже если у нас наш экран будет супер длинный, как есть на некоторых телефонах. То все равно наша кнопка будет занимать половину экрана. Это такой простой пример. И у нас в игре будет наше игровое поле, которое будет состоять из ячеек, тайлов, из вот этих вкусненьких штучек, которые мы видели. И каждая штучка у нас будет размером 100 на 100 пикселей. Я проанализировал игры 3 в ряд и понял то, что оптимальное значение для ширины и высоты нашего игрового поля это примерно 14 на 9. То есть у нас 14 вот таких тайлов будет в высоту и 9 в ширину. 14 на 9. А если каждый тайл будет занимать 100 на 100, то получается размер нашего игрового поля будет 900 по ширине на 1400 по высоте. Давайте мы нажмем на Canvas, правой кнопкой мыши, выберем UI Panel, создадим Panel, назовем его Board. Это будет наша доска, игровая доска. Выберем здесь пивот по центру. XY будет в нуле, а вот ширину поставим в 900, как мы и сказали, а высоту в 1400. И вот наше игровое поле таким образом выглядит. Можете немного подрегулировать, чтобы она была, к примеру, более прозрачная, либо был здесь какой-нибудь спрайт. На ваше усмотрение меня такой формат вполне устраивает. Вот такая у нас доска, и она будет заполняться такими ячейками. Построение игровой доски. Так, давайте тогда реализуем, чтобы наши ячейки все-таки отображались, строились в рамках нашей игровой доски. Для этого нам нужно будет написать код. Переходим в Assets, в Scripts, и создаем здесь новый скрипт для нашей доски, C-Sharp Script, который называю Board Service. Открываю его. Так, у нас открывается скрипт. Я использую в качестве редактора скриптов Rider. Вы можете, конечно же, использовать любой, который вам удобен, но проще будет использовать все такое же, как у меня в курсе, чтобы четко повторять за мной. Вот, к примеру, в Board Service в первую очередь я возьму, удалю ненужные методы, ненужные мне namespaces, перейду в папочку Scripts и создам здесь новый скрипт, который назову Point. Через Alt-Enter выберу Move to Global Namespace, чтобы убрать этот namespace, который автоматически у нас создался. И зачем я создал класс Point? Это будет вспомогательный класс, у нас будет доска, у нас будут ячейки. И каждая ячейка, наш тайл, будет содержать свою позицию в рамках доски. Грубо говоря, это будет вектор 2, но где иксы и игреки, это будут именно индексы позиции нашей ячейки в рамках доски. То есть самый первый будет 0,0. Потом, если двигаться по горизонтали, то будет увеличиваться х, первое значение. Если двигаться по вертикали, то будет увеличиваться у. Это вспомогательный класс. Мы его сделаем System.Serializable для того, чтобы он был стереализуем, виден в инспекторе, чтобы мы, если что, смогли проверить, какая у нас позиция в рамках доски у нашей ячейки. И данный поинт будет содержать всего лишь два поля. Это public.int.x и public.int.y. Также создадим конструктор для данного поинта, который будет в себе содержать new.x и int.ny.y. И, как не трудно догадаться, мы просто в конструкторе будем передавать данные параметры, инициализировать наши переменные x и y. И мы будем проводить различные операции с нашими ячейками в рамках координат, то есть в рамках данного класса point. И поэтому давайте мы сразу этот point заполним всеми возможными операциями, которые мы будем использовать в дальнейшем. Их можно предугадать заранее, какие были, но так как я уже знаю, что нас ждет, то я просто эти операции вам расскажу. Конечно, в первую очередь это базовые методы, базовые операции. К примеру, умножение, multiply. И он у нас будет умножать наш point на какое-то значение. int.value. У нас все будет с int.ny, потому что это у нас индексы. Индексы наших бордов. У нас не может быть такого, что у нас, к примеру, ячейка находится в позиции 1.5. Она может быть либо первой, либо второй. Так, у нас point это x, y. По сути это координата, вектор. И тут мы вспоминаем знания из математики работы с векторами. Когда мы умножаем наш вектор на число, то это значит, что каждая координата будет умножаться на это число. То есть x умножить на value и y умножить на value. Аналогичная операция будет и add. Это схложение. Схложение у нас будет с другим поинтом. Point назовем его. И это просто схложение координат. То есть наш x складываем с x поинта. И аналогично с y. Point.y. Также нам пригодится метод сравнения publicBullEquals. И сюда мы будем передавать другой поинт. Это у нас булевого типа метод. И он у нас будет возвращать то, что x равен поинту x. И y также равен поинт точка y. То есть если у нас обе координаты наших точек совпадают, значит у нас соответственно и точки совпадают. И мы знаете даже как это. Нажимаем Alt-Enter, если мы в райдере. Выбираем ToExpressionBody. И я просто так сделаю, чтобы красивее выглядело. Это то же самое, что если бы мы написали с такими скобочками. Просто когда мы к ExpressionBody, то это занимает немного меньше места. И выглядит все равно ясно, понятно. Мне так нравится больше, если метод занимает одну строчку. Еще нам понадобится метод, который будет возвращать вектор 2. Мы назовем это ToVector. И он у нас будет возвращать просто новый вектор 2 x, y. То есть мы просто преобразуем наш поинт в вектор 2. Передавая значение в конструктор вектора 2 наших x и y. И знаете, что я тут тоже в ExpressionBody это все преобразую. И видите, у нас еще райдер автоматически конструктор упростил, вбрав вектор 2. Удобно. Соответственно, аналогично, как преобразовывать вектор 2, мы можем и из вектора 2 получать наш поинт. И это получается даже будет статичный метод. StaticPoint. Мы будем возвращать поинт from вектор 2, from вектор. Переносим сюда в вектор 2, в вектор 2. Назимаем просто вектор. И он у нас будет возвращать new вектор.x вектор.y. Но мы должны сделать CastToInt. И здесь тоже сделать CastToInt, потому что у нас поинт содержит в качестве x и y интовые параметры, а вектор float. И мы возьмем этот метод, скопируем и сделаем у него перегрузку, заменив вектор 2 на вектор 3. Чтобы мы смогли получать наш поинт как из вектора 2, так и из вектора 3. Также еще добавим публичные статические методы, которые будут возвращать наш поинт. Также с умножением Multiply, чтобы мы могли делать Multiply и так, и так. И он у нас будет point, point, int value. То есть мы наш поинт, который мы передаем, будем умножать на наш value и возвращать его. Это будет new point x умножить на value, запятая point.y умножить на также value. И аналогичным образом делаем и для метода add point, add point, point 1 и point, point 2. То есть мы будем складывать 2 поинта и получается возвращать сумму point 1.x плюс point 2.x и аналогично по y. Также нам понадобится еще операция статичная, которая будет возвращать тип point, clone. Это будет простое клонирование уже существующего поинта. То есть просто передача point.x и point.y. И также по аналогии с вектором у нас будут простейшие поинты. К примеру, нулевой вектор, единичный, влево, вправо, вверх, вниз. Так их и сделаем. public static point 0. Это уже не метод. Это у нас получается свойство, которое возвращает 0, запятая 0. Также у нас public static point будет up. Это вектор вверх. И если у нас это вверх, то по x 0, а по y 1. Еще public static point down. Это вниз. То есть вектор с x в нуле, а y минус 1. И сделаем еще влево, вправо. Влево это минус 1 0. А public static point right. Это у нас единица, запятая 0. Вот так. Наш point готов. Создадим еще один класс. Назовем его cell. Default namespace мы уберем. Cell мы сделаем от monobehavior, чтобы мы могли его добавлять на нашу сцену. И единственное поле, которое мы здесь сделаем, это rect transform, который назовем rect. Да, он у нас публичный. Потому что мы к нему пока что будем обращаться. Через наш boat service. Итак, point у нас выглядит вот так. А cell у нас выглядит вот так. В board service мы будем нашу доску регистрировать. То есть просто брать и создавать там наши элементы. Мы работаем в UI. И чтобы понимать границы нашей доски, А также позицию, куда нужно ставить, мы у cell используем rect transform. То есть позицию в рамках UI. И в boat service нам тоже нужно будет сделать serialize field private rect transform. И назовем его board rect. И также у нас будет передаваться ссылка через наш инспектор. Поэтому мы делаем serialize field на нашу ячейку cell, cell prefab. А вот в методе start мы будем делать цикл по x, а внутри цикл по y. И верхнее значение у нас будет по x ширина доски, а по y высота. И когда мы импортировали наш unity package, мы импортировали также несколько скриптов. И у нас в папочке static data есть скрипт config. Если мы сюда перейдем, это обычный статический класс, который называется config. И у него есть три константы. BoardWith, BoardHeight и PieceSize. Я его заранее сделал, и он нам все время будет нужен. И вот как раз он впервые нам пригодился. Как я уже говорил, размер нашей доски это будет 14 на 9. То есть 14 ячеек в высоту, 9 в ширину. И как раз BoardWith это ширина доски 9, BoardHeight это высота доски 14. Мы будем брать значения отсюда и потом писать в наших скриптах. И по итогу, когда у нас уже закончится наш курс, мы напишем полную игру. Вы сможете здесь, через config, просто менять эти значения. И ничего ломаться не будет, ничего не нужно будет еще где-то исправлять. Просто здесь поменяете, и везде все идеально подстроится. И размер доски поменяется без ошибок. Поэтому мы используем данный дополнительный класс. Итак, если мы знаем его, то тогда мы просто берем, обращаемся к нашему конфигу. Rider автоматически к нам подключает static data. Это namespace, в котором находится данный скрипт. И обращаемся к BoardWith. Это по x. А по y у нас config.boardHeight. Так, и у нас два вложенных цикла, которые проходят по всей доске. И получается, каждый раз мы просто будем брать и varCell создавать. InstantShade наш Cell Prefab внутри BoardRect. InstantShade это обычная юнитевская функция, которая создает объект. Какой объект указывается первым параметром, а вторым параметром у нас указывается родитель. BoardRect, то есть наша доска. И получается, новые создаваемые ячейки будут дочерними элементами нашей доски. И после создания мы можем обратиться к rect, обратиться к anchoredPosition. И здесь записать, какая будет у него позиция. Позиция будет выражаться через вектор 2, но она будет отличаться от нашего поинта. И поэтому мы выведем здесь отдельный класс, который назовем getBoardPositionFromPoint. Вот так. И он будет передавать поинт. Мы поэтому создаем новый поинт с x и y. То есть, грубо говоря, поинт это наш индекс. Индекс нашей ячейки. Это будет x и y. И через Alt-Enter мы берем и создаем новый метод. Он автоматически делается private. Вектор 2. Сюда подходит поинт. Что он у нас будет возвращать? Он будет возвращать return new в вектор 2. И теперь нужно понять, какая будет у него позиция по x и по y. Вернемся в наш unity. И давайте внутри нашего борда создадим наш image. Вот он, image. Называем его Cell. Это наша ячеечка. И зажатым Alt-ом нажмем вот здесь на левый верхний уголочек. У нас переместится наше изображение сюда. И это именно то, где будет располагаться наш самый первый элемент в позиции 0,0. Давайте укажем ему спрайт яблока. Видим то, что у него width и height 100. Но позиция у него по x 50, а по y минус 50. Начальная. И соответственно мы можем понимать то, что следующий элемент, соседний по x, будет по x на 100 больше. А соседний по y, по y на 100 больше. И зная размер нашей ячейки, мы можем это регулировать. Тем более 50 это ровно половина от сотни. Получается так, что у нас по x будет значение config piece size, но поделенный на 2. Это самое начальное значение, но плюс мы будем config piece size еще умножать на point.x. То есть если у нас это нулевой элемент, то есть он в позиции поинта 0, то он умножится на 0 и получится то самое 50 по x, что мы здесь сейчас и имеем. А если point будет по x 1, то будет 150. То есть все идеально. И по аналогии мы делаем еще и с y. Config.piece size поделенный на 2. Только заметим, что у нас здесь минус 50. Поэтому мы должны взять и добавить здесь минус. И здесь также минусовать. И здесь также минусовать. Config.piece size умножить на point.y. Вот так все просто. Закроем. Дождемся пока скомпилируются наши скрипты. У нас есть наша ячеечка. Добавим гей скрипт. Цел. Укажем у цел наш rect. Ее собственный. И перенесем ее как prefab. То есть создадим папочку create folder prefabs. Перенесем сюда цел. Можем удалять ее с доски. В board перенесем script board service. В board rect укажем тот же самый board. И цел prefab укажем новосозданный наш prefab. Цел. И уже сейчас мы можем запускать и посмотреть, как у нас сработала наша доска. Видим то, что действительно отрисовалось. И если посчитать, то их тут действительно 9, а здесь 14. Фух. Получилось. Доску мы отрисовали. Теперь сделаем так, чтобы у нас генерировались не одинаковые ячейки, а разные. Но для начала нужно в наш класс, который мы недавно создали, cell ячеек, внести вообще само понятие разного типа ячеек. Создаем здесь публичный, enum. Это перечисление. Называем его cell type. Это тип ячеек. У нас всего 5 типов ячеек. И для удобства я их даже в папочке sprites, в cells взял и пронумеровал. У кого какой номер, мы прямо так их и запишем здесь. Apple равно 1, lemon равно 2, bread 3, broccoli. Это четверка. И наконец coconut. Это пятерка. Но помимо этого у нас будет кастомная доска. Это мы реализуем позже. И к примеру здесь у нас вот эта область не будет заполняться. Тут будет дырка. То есть поле будет не квадратное, а к примеру, ромбом, крестиком или даже молнией. Мы это потом сможем реализовать. И поэтому мы сделаем еще один тип, hole, который будет минус единица. И будет означать то, что это дырка, на которой нет никакой ячейки. То есть тип там никакой. Но при этом будет еще тип blank, у которого будет индекс 0. Blank это значит то, что пустой. Когда мы будем передвигать наши ячейки, то будет момент, когда в позиции ячейка только начинает меняться с одного типа на другой. И промежуточный вариант это как раз таки blank. То есть пустой. И теперь после того, как мы сделали наше перечисление, мы можем объявить приватную переменную типа cellType, так и называть ее, cellType, который будет хранить себе тип данной ячейки. И помимо типа он будет хранить еще и наш point, то есть нашу позицию. И нам нужен будет метод, который позволит нам проинициализировать нашу ячейку. То есть задать ей cellType, задать ей point, point и дополнительно задать еще и sprite, который она себе поставит. Но вот куда поставит? Нам нужно, где мы объявляем rect, также сделать serializeField private image, imageUnityEngine.ui, назвать image. То есть это картинка UI-вская. И тут мы будем наш cellType сделать cellType, point делать point. То есть обычная передача параметров, как будто бы это у нас конструктор. И у имиджа будем получать спрайт и получать спрайт. Вот так. И тогда в бот-сервисе мы возьмем serializeField, также private, будет обычный массив спрайтов. Назовем cellSprites. То есть это будут спрайты наших ячеек. Здесь мы будем инициализировать наш cell таким образом, то, что мы будем cell, брать initialize, сюда передавать рандомный cellType, потом наш вот этот point и потом спрайт. Point мы сразу вынесем в отдельную переменную. var point. Это у нас наш new point. Сюда переносим. Point ставим сюда. И сюда. И сюда. Я вот это вынесу в отдельный метод, который назову instantiateCell. И он returnType будет cell. И перенесу его в expressionBody. Вот так. И также через var укажу здесь cellType и напишу здесь getRandomCellType. Это будет наш метод. И я его также создаю типа cellType. И он у меня будет передавать рандомно random.range значение от 0 до cellSprites.length. Сколько у нас спрайтов, столько у нас получается и типов наших ячеек. Но тип ячейки у нас начинается с единицы. А у нас здесь с 0 до length. Поэтому мы к этому будем прибавлять еще единица. Вот так все. Вписать return. И тут нам он предложит castToCellType. Вот так. И перенесем это все еще в expressionBody. И получается то, что мы рандомно получаем от 0 до нашего количества ячеек. А у нас range интовый. И если мы тут посмотрим, то у нас параметры. Первый это минимум инклюзивный, а max эксклюзивный. То есть это значит, что у нас вот это значение не берется в наш диапазон. И действительно, у нас получается рандом вернет от 0 до 4. И плюс единица получается от 1 до 5. Как раз таки идеально. И теперь мы можем сюда передать этот cellType. А сюда, в тот какой спрайт, укажем CellSprites. И выберем наш CellType. Только от него нужно будет отнять единицу. Ну и все это нужно будет закастить к Intool. Вот так получается. Если что, можно убрать. Посмотрим, что у нас вышло. У нас появился CellSprites. Мы здесь нажмем замочек. С зажатым шифтом выберем первый вариант, пятый. И перенесем вот сюда. И у нас автоматически в нашем борде появятся эти 5 элементов. Перейдем потом в наш prefab, в Cell. Тут у нас появился имидж. Мы указываем имидж нашего цела. И все. Нам больше ничего указывать не нужно. Нажимаем Play и смотрим. У нас появляются клоны, бесконечное множество этих целов. И видим то, что доска действительно у нас случайным образом сгенерирована. Выглядит все отлично. И если мы вот посмотрим отдельно взятый цел, то вот он у нас, этот колоконат. Отлично сделано.